К траккизму я сам пришел в 2013 году, в конце 2012 года. Сам работал водителем, почти 5 лет проработал. Наша компания называется Saint-Marco of Orlando. Последний год проработал у них, уже был овнер-оперейтором. Овнер-оперейтор это драйвер, водитель, у которого уже есть свой трак. И почти год с ними проработал, и на заработанные деньги покупал траки, сажал водителей своих. Вот так уже в компании имел свою мини-компанию. И потом так получилось, что мы с ними договорились, совместно решили работать. И вот я к ним присоединился на равных условиях, и вот начали работать. Когда мы начинали, это получается 2 года тому назад, было 20 всего лишь фур. И в течение пару месяцев мы собрали человек 80-90. Основная масса была с Кыргызстана, так как я сам был водителем, и очень многих водителей знал с Кыргызстана, с ними. Из-за того, что я был сам драйвером, я знал, что нужно для драйверов. И старались вот с нашей стороны все удобства создать. И водителям нравилось. Некоторые ребята, друзья решили вот сами поддержать. Это наш офис. Здесь, как вы видите, зал ожидания. Драйверы там ожидают, пока их очередь дойдет. Здесь мы их обслуживаем. Хайринг, там контракты подписывают. Сейчас этот офис для нас уже стал маленьким. Мы растем, переезжаем в другой, намного большой офис. Здесь девочки. Девочки разных национальностей со всех стран мира. Это сейфти. Смотрят за безопасностью компании. Здесь диспетчера сидят, берут грузы. Но основная масса наших диспетчеров сидят в Кыргызстане, в Аше. Там работают человек 60. Скажи, что вы не сдавали. И я очень доволен нашими ребятами, которые там работают. Они работают, например, у них, они обязаны работать около 10-11 часов. Ну, их режим. Но они остаются, чтобы улучшить свои результаты, результаты компании. Они там, некоторые работают по 14-15 часов. Траковый бизнес, он сейчас стал совершенно другим. Он не такой, как был, скажем, 5 лет тому назад. Когда я начинал, наших ребят было очень мало. Можно было пальцами пересчитать. Но потом вот в течение 5 лет почти все пересели на траки. Раньше в Чикаго славились таксистами из Кыргызстана. Некоторые, ну, все равно из наших краев там непунктуальные. Там немножко неответственные. Вот в таких моментах немножко сложно. А те, которые уже где-то работали до тракизма в другом бизнесе, в другой работе, они уже знают, что от них нужно и как себя надо вести. Вот с такими людьми, да, очень-очень легко уже работать. Но в целом у нас в компании работают разные драйвера с разных стран. Там европейцы работают, азиаты работают, американцы. С Африки вот приезжают люди тоже работают. Я сюда приехал. Первый мой штат был Ахайя. Вот с Бишкека компания была с ними. Месяц мы приехали. Студентов 20. Должны были работать в отеле, но я не смог с первого же дня, я не смог вот комнаты убирать или там за кем-то убираться, что-то делать. Конечно, деньги не пахнут. Надо зарабатывать любым путем. Но я решил, что я лучше буду работать на стройке, чем вот в гостиницах убираться. И пошел на стройку работать. Проработал вот до конца лета. И потом я уже переехал во Флориду. Там были знакомые, которые уже много лет были в Америке. Они помогли обосноваться, остаться с работой, помогли. Каждый день, даже когда болеешь, пьешь таблетки, никогда не сдаешься здесь. Надо до самого конца. Если есть силы встать, встаешь. Если есть силы работать, работаешь. Были дни, когда даже сил не было, приходилось работать. Работали на двух работах. Когда уже переехал во Флориду, я кассиром работал в магазине. Сначала на заправке в дневную смену, а в ночную в магазине. Там уже в большом магазине. Вот так в две смены работал. Все люди думают, что здесь очень легко это все зарабатывается, но это не так. Как и везде, надо работать, зарабатывать, чтобы добиться чего-то. И особенно в Америке. Здесь легких денег нет. У нас в основном направление, вот, почту, сухие грузы возим. И основные наши клиенты, это, вот, почта, Amazon, FedEx, UPS. Хотим уже разносторонне работать. Не в одном направлении, а в разных направлениях. И сейчас уже привлекают другие компании. Показываем, как наши ребята работают, какие они трудолюбивые, чтобы им было больше работы. Там в Аше, там, в общем, в Кыргызстане, там очень много умных ребят, кто учится, там, хорошо знают. Но они учат язык, чтобы что сделать? Поехать куда-то. Едут в Корею, Дубай, там. И там, кем они гастарбайтовыми работают? Я вот хочу, там, создать условия в Аше, чтобы они рядом с близкими, вот, рядом у себя дома, чтобы они могли работать. Да, там, им приходится ночью работать. Некоторые днём работают, но основная масса работает ночью. Но главное, что они дома. Что они каждый день видят своих родителей, каждый день видят там свою семью, детей. Никто их там, на них не смотрит, как на приезжих. Никто там их гастарбайтерами не обзывают, не унижают. Они у себя дома, у себя на родине зарабатывают.